Установить фильтр Аквафор очень просто. С этой задачей справится каждый мужчина имеющий пару рук, необходимые инструменты и начальный навык обращения с ними. Итак, мы устанавливаем водоочиститель Аквафор Осмо Классик. Для установки фильтра нам понадобятся следующие инструменты. Дрель, сверла диаметром 12 мм, 6 мм и 3 мм, разводной ключ, трубчатый ключ на 14, крестовая отвертка и уплотнительная лента FUM. В комплект водоочистителя входят, собственно, сам фильтр со сменными модулями, узел подключения, кран питьевой воды, подводящие трубки, накопительная емкость с краном и дренажный хомут. Первым делом определим места установки крана питьевой воды, самого водоочистителя, накопительного бака и дренажного хомута. При этом следует учитывать, что подводящие трубки должны проходить свободно, без изломов и натяжения и не контактировать с горячими предметами, например, с трубами горячего водоснабжения. Устанавливаем кран питьевой воды. Для этого в выбранном месте сначала сверлим отверстие диаметром 3 мм, а затем рассверливаем его до 12 мм. Надеваем на хвостовик крана декоративную шайбу, резиновую прокладку и вставляем кран в просверленное отверстие. Снизу на хвостовик крана надеваем резиновую, пластиковую и стопорные шайбы и фиксируем гайкой. Затягиваем гайку трубчатым ключом. На подводящую трубку с латунной вставкой надеваем накидную гайку, прикручиваем гайку к хвостовику крана и затягиваем трубчатым ключом. Перекрываем подачу холодной воды и открываем кухонный смеситель, чтобы сбросить давление в водопроводе. Используя разводной ключ, откручиваем гибкую подводку смесителя от трубы холодного водоснабжения. Из гибкой подводки вытечет небольшое количество воды, поэтому лучше заранее подставить емкость или подложить тряпку. Проверяем на месте ли уплотнительная прокладка в накидной гайке узла подключения. Накручиваем накидную гайку на трубу холодного водоснабжения. Ориентируем выходной штуцер узла подключения таким образом, чтобы было удобно открывать кран и вставлять подводящую трубку и затягиваем накидную гайку разводным ключом. Проверяем наличие уплотнительной прокладки в накидной гайке гибкой подводки смесителя, накручиваем гайку на резьбовую часть узла подключения и затягиваем при помощи разводного ключа. Закрываем кран на узле подключения и открываем подачу холодной воды. Закрываем кухонный смеситель и проверяем узел подключения на герметичность. Подсоединяем подводящую трубку к узлу подключения. Для этого вынимаем стопорную клипсу из-под цанги, вставляем смоченную водой трубку в цангу на глубину примерно 15 миллиметров и фиксируем цангу стопорной клипсой. Чтобы отсоединить трубку необходимо вынуть клипсу, надавить на цангу и одновременно вытянуть из цанги трубку. Устанавливаем дренажный хомут. Хомут должен устанавливаться на гладкую часть изливомойки выше сифона. Сначала снимаем защитную бумагу с уплотнительной прокладки и наклеиваем ее на внутреннюю поверхность дренажного хомута таким образом, чтобы совпали отверстия. Надеваем хомут на фановую трубу и фиксируем винтами. Прямо через дренажный хомут сверлим отверстие диаметром 6 миллиметров. На дренажную трубку со стороны без рестриктора надеваем обжимную гайку. Вставляем трубку в дренажный хомут примерно на глубину 20 миллиметров и зажимаем гайкой. Устанавливаем обратноосматическую мембрану в водоочиститель. Для этого отсоединяем подводящую трубку от мембранного блока, откручиваем крышку и вставляем мембрану в мембранный блок. Возвращаем крышку на место и подсоединяем подводящую трубку. В выбранном месте для размещения корпуса водоочистителя размечаем и сверлим отверстие под саморезы. Закручиваем саморезы в отверстие и вешаем фильтр на саморезы. Устанавливаем накопительный бак. Проверяем наличие в пластиковом кране уплотнительной прокладки и, используя ленту FUM, накручиваем кран на резьбовой штуцер бака. Подсоединяем кран к подводящую трубку. Устанавливаем бак под мойку. Трубку, идущую от бака, подсоединяем к водоочистителю. Удаляем стопорную заглушку. Вставляем подводящую трубку в цангу и фиксируем стопорные клипсы. Подключаем подводящие трубки. Подсоедините подводящую трубку, идущую от узла подключения, ко входу водоочистителя. А к выходу фильтра подключите трубку, идущую в крану питьевой воды. К выходу мембраны подключаем дренажную трубку, в которую установлен пластиковый рестриктор. Открываем кран узла подключения. Из крана питьевой воды пошла вода. Когда перестали идти пузыри, закрываем его и осматриваем водоочиститель на предмет протечек. Теперь нам следует промыть водоочиститель, следуя указаниям паспорта. Итак, наш водоочиститель промыт, и нам осталось лишь наслаждаться вкусом чистой питьевой воды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова